Действие происходит в провинциальном городе, вроде Перми. Это Чехов. О, трёх сёстр. Да. Любимая моя пьеса Чехова. Боже мой, не только моя, англичане, у которых есть свой шекспирный вопрос, кто ваш любимый драматург, отвечает Чехов. Это такая таинственная пьеса, где мы не знаем даже, как создаётся это чудо жизни, веры в жизнь, отчаяния, снова надежды, снова веры, Вершинин. Что такое Вершинин в фамилии? Это Вершина. Это Чехов дал эту фамилию неспроста. Наверняка он отдал Вершинину свои любимые мысли. Конечно, у меня есть идея памятника трём сёстрам. На вокзале Пермь-Вторая, где уходит Кама в Москву, поставит три очень красивых византемы, огромных, допустим, метров пятнадцать. И листики их будут махать всё время в Москву-Москву, в сторону Москвы. У меня с Оли Роленбов другая есть идея для этого же момента. На стене, которая без окон, на Пермь-Второй, сделать тени трёх сестёр зонтиками, длинных платьев. У моего мужа третья идея. В Ротонде, в Горьковском саду, поставить три скульптуры между колоннами белыми, тоже в белых платьях. Но много идей, так, Пермь не востребует мои идеи никакие. Поэтому они пока остаются на бумаге. Я думаю, что со временем что-то будет посвящённым трём сёстрам стоять в Пермь-Второй. Например, когда мы боролись за памятник Пастернаку и был на телевидении прямой эфир, так люди, пермяки, на вопрос, нужен ли памятник Пастернаку, отвечали, нужен памятник Ермаку. Для них что Пастернак, что Ермак, это было одно и то же. Но теперь памятник Пастернаку стоит. А как было трудно, когда мы только эту идею начинали обсуждать, какую бы статью я ни напечатала в газете «Культура» или в газете «Восковские новости», ну, в любой центральной газете. Наша газета «Звезда» печатала открытое письмо наших писателей, что нужен памятник Астафьев. Ну, что мало места в Перми? Ну, Астафьеву давайте поставим, ну, Пастернаку поставим. А Шаламову? Все мы знаем, что Шаламов сидел, да все сидели в Перми. Перми такая гостеприимная. Сидел в Перми Щарамский, сидел в Перми Ковалёв, сидел в Перми Буковский. И когда я на Пермь-клубе или на других гендерных съездах в Москве, встречаю людей, подходящих ко мне со словами, «Ой, Нина, я у вас сидел в ваших лагерях». Я говорю, ну, вот Пермь такая гостеприимная, все сидели. Так Шаламов совершил, ну, своего рода настоящий подвиг. Он на этапе защитил заключенного, которого били. За это его ночью раздели и выставили на мороз. У Веденеева, у Рудольфа Веденеева, знаменитого скульптора, есть проект памятника, где голый Шаламов под штыками. Может быть, это в мире единственный вариант, когда голый человек должен быть голым. И мне кажется, стоило бы поставить этот памятник. Тем более, что Веденеев шел по политическому процессу 70-го года. Это дети еще тогда, мальчишки, повесили плакаты против ввода войск наших в Чехословакию. Их схватили, судили, арестовали, посадили. На их плечах пришла свобода. Почему благодарность не поставить в городе памятник работы Веденеева? Но мы же ничего не решаем. Мы думаем одно, а ставятся совсем другие памятники. Тем не менее, приятно, что памятник Пастернаку все-таки стоит. Что-то меняется. Если раньше я писала в СССР о Перми, что нет мифологема византизма, нет внимания власти культуры, то теперь власти культуры много. Так что не все еще потеряно. Будут еще и три сестры со временем, видимо. Только нужно об этом напоминать, напоминать. Наше поколение уже не имеет таких сил. Должны молодые как-то к этому приникнуть. У меня, например, есть друг, знаменитый пермский поэт Семен Баксман. Он подсчитал, что в трех сестрах в первом действии, по-моему, 13 раз употребляется слово «все равно», а во втором и в третьем, по-моему, 33 или 39 раз. То есть та грусть, печаль, которую мы чувствуем подсознательно, она создается вот такими простыми средствами, повторением этих слов о равнодушии. И без большого анализа этого нельзя понять. Но каждый простой человек эту грусть чувствует просто глядя на спектакль, глядя на действие. Поэтому гениальность Чехова могут понимать и очень глубоко, как Сеня Баксман, и очень просто, как зрители, которые видят и любят трех сестер. И, конечно, даже дети в школе, ведь не случайно «Вишневый сад» проходит. Там, правда, не три сестры, но «Вишневый сад» не менее гениальная пьеса Чехова. И, конечно, я думаю, есть уже в Перми дети, которые мечтают стать режиссерами, которые поставят когда-нибудь тот настоящий «Вишневый сад», посвященный Перми, где будут, может быть, пермские оконья, где, может быть, будет пермское нераскрытие рта, как у нас артикуляция, это у нас не очень открытая, не московская, но этим она еще милее будет нашим зрителям, эта постановка. Может быть, дождемся и такого. В принципе, большая честь, что Чехов сказал про наш город, эта пьеса произошла в нашем городе. Я знаю, что уже многие исследователи-краеведы нашли прототипов, но мы сами с мужем пишем пьесы и понимаем, что прототипы не вполне прототипы. Да, вот мой муж. Потому что, ну, во-первых, нужно замаскировать, чтобы они не обиделись, то есть дать другой цвет волос, блондинок сделать брюнетками и прочее. А во-вторых, не все нам подчиняется. Мы вот пишем рассказ или пьесу, где все должно закончиться разводом, но герои помимо нашей воли сходятся, снова вместе и живут. И мы ничего сделать с ними не можем. Не потому что мы бессильные какие-то, но потому что они нас убеждают, тут надо вот снова влюбиться, снова жить вместе. Татьяна удрала штуку. Ну да, было у Анегина, конечно, у Пушкина. Ну, в самом деле, что-то свыше еще диктуется, и бесконечное счастье от этой помощи свыше заставляет считать, что так и надо послушать эти указания свыше. Как-то они, ну, более ближе к истине, чем то, что мы задумывали вначале. Так что я надеюсь, все еще в Перми будет. Мы сейчас, конечно, не пишем уже о Перми после суда. У нас город Фелохолмск. Мои обиды на Пермь закончились тем, что я не пишу о Перми, муж не пишет, а другой город. Продолжение следует...